Недавних погорельцев, мужчину и женщину, которые в подвале нелегально проживают почти год, мы застали на месте. Говорят, свое жилище держат в порядке, часто убираются. В этот раз просто не уследили. От огня пострадала постоялеца подвала. С ожогом руки ее доставили в пятую городскую больницу, где обработали рану. К счастью, больше от огня не пострадал никто. Услышав запах гари, жильцы подъезда вызвали пожарных. У нас разбудила соседка, это было без 15 час ночи. Если бы нас не разбудили и не начали будить, возможно, угорели бы люди. Нерадивые соседи у жильцов этого дома появились прошлым летом. После ремонтных работ в подвале сломался замок и дверь не закрывалась. Буквально сразу же это место облюбовали бездомные. Жильцы подъезда завалили коммунальщиков заявками с просьбой поставить новый замок на дверь подвала. Но в ответ слышали, у предприятия нет денег, купить замки не могут. Я сама лично звонила, говорю, замки будем ставить? Они сказали, у нас нет замков. Говорю, я сама лично сдаю вам 120 гривен каждый месяц на обслуживание дома. И у нас 180 квартир, у вас нет 100 гривен на замок? Мастера коммунального предприятия основания, которые находятся в соседнем доме, говорят, бороться с нелегальными жильцами подвала не могут. Это не в их компетенции. Да закрывали его, понимаете, закрывали. Они стучатся с той стороны, откройте подвал. А бомжей кто будет выгонять? Ну я же их не буду выгонять, правильно? Им говорили письмо. Пишите письмо в милицию, пусть милиция приезжает. А милиция тоже бомжами не хочет заниматься. Запорожские юристы разъясняют, само нахождение в подвалах либо подъездах лиц без определенного места жительства преступлением не является. Но если бездомные шумят, либо распивают алкогольные напитки, это уже административные нарушения, которые могут зафиксировать полицейские. Вызвать милицию, которая должна приехать, составить админпротокол. Как право админпротокол составляется только в отношении лица, у которого есть при себе документы, документы удостоверяющие личности. У этих людей чаще всего таких документов нет. В этом случае правоохранительные органы обязаны забрать в райотдел эти лица для выяснения их личности. Полицию жильцы вызывали, но только толку от этого мало. Сразу же после того, как правоохранители уезжают, бездомные возвращаются в подвал. После недавнего инцидента КП «Основание» обещает все же поставить в подвале металлическую дверь с надежным замком в ближайшее время. Сейчас нам не дана заявка на изготовление двери. Мы, я думаю, в течение ближайшего месяца этот вопрос решим, чтобы уже людей обезопасить полностью. Екатерина Свириденко, Руслан Шевченко, Игорь Бахиркин, ТВ5